МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты что скачешь тут? Думаешь, большой все можно или что? Сегодня в программе. Как найти компромисс? Может, обрабел из меня? Мне работать надо, у меня сроки поджимают. К чему может привести страсть к дорогим автомобилям? В общем, подняй свою модель. Хорошая, да. Полный бьет. Последняя попытка спасти брак. Куда-нибудь поедем? Спокойно. Наша команда готова приступить к новому расследованию. Денис и Дмитрий приехали на встречу к загородному коттеджному поселку, где живет заявительница. Я тебя жду из города, а ты из области. А вот так, обманул тебя. Ты на сегодня знаешь? Да, девушка, у нее муж занимается какими-то интересными видеообзорами в интернете. Ты, кстати, смотришь какие-нибудь обзоры? Ну, да, смотрим иногда. С чем интересуешься? Ну, камеры. Чемпионские штучки. Всем внимания, девушка в белой блузке. Кира Антонова, 22 года. Координатор в благотворительном фонде. Замужем, детей нет. Подозревает супруга неверности. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Денис. Кира. Дима. Ну, начнем с того, что мои отношения с мужем как-то изменились немного. Да. Живем мы здесь, в коттеджном поселке, но в Москве у нас еще есть квартира. Мы там раньше тусовались, а сейчас используем ее больше как офис. Он туда приезжает работать, я приезжаю туда работать, когда нужно. В последнее время Женя мне начал звонить и спрашивать, где я, когда я поеду в ту квартиру. Сначала думала, что просто ревнует, но сейчас мне больше кажется, что он встречается там с кем-то и шуткуется. Кого-то подозреваете, может быть, как бывает в этой квартире? Если только со своим другом Артуром. У них вообще такой блок небольшой есть. А о чем блок? Про автомобили, но в сети пока этого блога нет, потому что они отрабатывают концепцию. Обзоры авто? Да. Ясно. Немного общаются, значит, со своим другом, вот так? Ну, они вместе не спят. А вы чем занимаетесь? Ну, я в благотворительном фонде работаю. Простите за некорректный вопрос. Если у мужа не выходят еще видеоблоги, на что вы живете? У нас очень состоятельные родители, они нам помогают, поэтому мы можем заниматься тем, к чему действительно лежит душа. Ну, что будем делать? Ну, работаем. Разбираться, чем занимаются винии. Спасибо. Все, будем на связи. Спасибо. Да. Осторожно переходите дорогу. Не хватало еще потерять заявление, иначе на расследование. Окей. Ладно, подавай. Погнали. Погнали. Будет инструктаж сегодня, далеко не расходимся. На следующий день, когда подозреваемый уехал, чтобы взять на тест-драйв очередную машину, оперативники установили систему видеонаблюдения в московской квартире супругов Антоновых. Сигнал нормальный, спасибо. Ребят, собирайтесь, скоро должен подъехать наш объект. Спасибо, дежурим в углоре. Ребят, вот синенькая машинка импортного производства, это наша. Да, американская машинка. Видели парня? Евгений Антонов, 25 лет. Начинающий видеоблогер. Женат, детей нет. Спасибо, ознакомились. Атлет идет. Большую часть времени Евгений проводит за рулем. Но передвигается он все время на разных автомобилях, которые берет на тесты. Поэтому мы вынуждены ограничиться наружным наблюдением. Похоже, его особой любовью пользуются быстрые спортивные модели. Так что это дело может оказаться настоящим вызовом для экипажей летучих групп. Картинка из дома проходит. Наш объект зашел в квартиру. Внимание. По поводу вчерашнего теста. Погоди. Говорит на телефон. Машинка так себе. Нет, дорогая. Есть. Что, пора про машину говорит? Да, тут проблемы с фондом. Я не по сокам ничего не знаю. Стрель красивый. Там есть на что посмотреть. Любопытная пара. У них диаметрально противоположные интересы. Кира занята спасением человечества. А Евгений живет в мире моторов и скоростей. И как они только умудряются находить общий язык. Сейчас пытаюсь всех позвонить, кто может помочь. Я вам не старела. Понимаешь? Денег банально на лекарство. Пойдем наушники. Покажи. Пойдем. 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 Секундочку. Один. Трофор, а у другой приедем. Объем двигателя. Вернее. Разгоняешь. Вообще разгоняется досуг. Уходит отлично. Да. Очень много действительно. Подожди. Кирилл. Мы сам. Жаль, что это? Может, нам рабил от меня? Мне работать надо. У меня сроки поджимают. Тогда я сейчас. Странное отношение. Будет выходить на шоу. Подозреваемый. Ждите. Да, у нас два экипажа. Не упустить бы этого гонщика. Все-таки покатаемся. Все. Наверное. Ну, давай. Кажется, сейчас наши герои расстались обиженными друг на друга. Кира продолжила искать деньги для своих подопечных, а Женя пошел тестировать свою новую игрушку. Похоже, ни один из супругов не разделяет интересы своего партнера. Каждый из них живет своей жизнью. Если так было всегда, то как они вообще стали парой и даже поженились? Он у автомобиля. Летучая группа машина, зверь, пятилитровая, поэтому старайтесь не упустить. У нас сегодня коля. В составе группы все будет в порядке. Костя подстрахует его. Расстроенному Евгению одному кататься на Воробьево горах не захотелось. Слежка за подозреваемым привела оперативников к небольшому ресторанчику в соседнем районе. Посмотрим, будет ли у него компания за обедом. Или он собирается поесть в одиночестве. Пешеход пошел за ним. Здарова, братишка. Приветствую. Друг пошел, спасибо. Отлично, на целяхи. Что это спало? Работаем. Надо бабложек отснять. Выкладывать пора. А в какой день ты планируешь? Похоже, это тот самый Артур, про которого нам рассказывала заявительница. Лучший друг подозреваемого, с которым Женя работает над видеоблогом про автомобили. Продолжаем. Смотри, давай покажу тебе. Пригнали она. Ты здравь? Покажу, да. Тащечка новенькая, свеженькая. Кот не старый. Я смотрю, бампер такой неплохой. Можно взять, погонять, посмотреть. Походу, они какие-то бездельники. Поставили допустим. Ну, это сейчас тенденция современности. Блокерство. 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 Ну что, погнали тогда. Ну давай, давай. А сегодня у тебя там есть, Варик? Сегодня нет, народа многовато. Что-то нашла какой-то. Давай, наверное, все-таки ближе к выходным. Ну, как скажешь. Давай тогда. Они собираются уходить. Внимание, приготовьтесь. Не очень понятно, куда именно Картуру хотел зарулить наш объект. Однако, похоже, сегодня не его день. И у друга, и у жены оказалось слишком много дел, чтобы развлекать страдающего от безделья парня. В итоге Евгений уехал домой в коттеджный поселок. Кира присоединилась к нему только поздно вечером. Мужики, работаем. Наступил второй день наблюдения. Все утро супруги Антоновы провели вместе. И сейчас приехали из своей загородной резиденции в московскую квартиру. Кажется, что от вчерашнего недопонимания не осталось и следа. Это не тачка, а космический корабль. Понравилось? Ну, я свою тоже соколом тысячелетия называю. Ну, наконец-то. Ребят, давайте по делу. Есть прекрасные отношения. Внимание. Фиксируем, фиксируем. Дерекусить больше? Да нет, мне сейчас надо быстрее документы забрать. Евгений прямо засветился от счастья, когда Кира оценила его новую игрушку. Похоже, парню просто не хватает внимания своей супруги. Подходит к подъезду. Ну, вообще, как душа в душу, что называется. Наша команда ведет наблюдение за Евгением Антоновым по просьбе его жены Киры. Она сомневается в верности своего мужа. Пока ничего предосудительного в поведении подозреваемого не обнаружено. Только что супруги вместе приехали в квартиру, которую они используют как офис. Работает в квартире. Алло, Сань, да? Слушай, мне тут надо, короче, что-нибудь новенькое выгонять. Я думаю, как мы могли здесь. Машину он заказывает на тест-драйв. Ну да, американец есть? Так. Давай. Да, да. Какой-то, видимо, опять быструю тачку с огромным двигателем американским. Давай-давай, и тебе не хворать. Ты готова, мы творим. Пока мы видим, что наш объект только бесконечно болтает о машинах, но ничем дельным не занимается. Съемки автомобильного блога – дело непростое. Тут необходимо организовать работу целой команды. Операторы, звук, свет. Возможно, конечно, у парня есть специальный человек, который всем этим занимается. Сейчас супруги договорились заехать в благотворительный фонд, где работает Кира. А потом пара решила провести весь день вместе. Давай-давай, да, конечно. Тяжело. Таскаешь, да, я вам. Им скажи, что делаем дальше. Ничего, их не ведем. Хорошо, не ведем их. Наступил третий день наблюдения. Утром подозреваемый отвез жену на работу, а сам поехал по своим делам. На сегодня парень запланировал со своим другом Артуром заняться их общим проектом – видеоблогом о машинах. Может быть, мы наконец узнаем побольше про работу Жени, пока никаких его реальных действий мы не увидели. или же всем занимается Артур, а наш объект только языком может чесать. Алло, Кир, привет. Как ты там, Зай? Отличный звук. Звонит жене, внимание. С Артуром локацию новую выбираем. Да, да, будем дальше обзор делать. А ты как сегодня на квартиру? А, не, не поедешь? Ну, ясненько, ясненько. А вот это уже интересно. Мы не видим ни Артура, ни сколько-нибудь подходящей локации для съемок автомобиля. Теперь мы знаем, что наш подозреваемый обманывает свою жену. Но для чего? Продолжаем наблюдение. Похоже, он вообще наврал. Не встречается. Внимание, Артур идет, его приятель с какой-то девушкой. Сори, ошибся. Жука, привет. Здарова, братья. Как дела? Как дела? Добрый, добрый. Хочется представиться. Евгений. Очень приятно. Заня. Завод Лиза, они только что познакомились. У нас дела, обстоят. Ну, я сразу приобнял. Будем сегодня обзор снимать. Как тут красиво. Да, да, безумно. Ну, похоже, он просто подручку подправил, ничего страшного. Я думаю, здесь недалеко, где-нибудь рядышком. Сфиксировали. Да, да, да. Встреча состоялась. Артур пришел не один, а с девушкой. Он представил свою подругу Жене. И парни снова заговорили про свой видеоблог. Однако теперь нам стало казаться, что ни концепции, ни команды у друзей нет. Да они понятия не имеют, где, что и как будут снимать. По своим каналам мы узнали об Артуре следующее. Он управляет несколькими бизнесами, в том числе клубом и модельным агентством. Так что сейчас нам очень странно видеть, что такой деловой человек теряет время впустую. Заявительница очень вдохновенно рассказывала нам про грандиозные планы своего супруга. Но вот вопрос, видела ли она хоть пару минут готового материала. Очень может быть, что друзья сделали несколько видео на телефон и теперь мнят себя крутыми блогерами. Евгений остановился и высадил обоих пассажиров. Однако Артур попрощался, а Лиза села обратно в машину и подозреваемый поехал дальше. Как мы и предполагали, блогом парни серьезно не занимаются. Только одни разговоры. Но вот почему подруга Артура осталась с нашим подозреваемым? Возможно, конечно, он любезно согласился подвезти девушку туда, куда ей нужно. Пока все это выглядит немного странно. Наш объект вместе с Елизаветой приехал к дому, где находится московская квартира супругов Антоновых. И Евгений повел девушку к себе домой. Что Лиза могла забыть в гостях у парня, с которым она познакомилась час назад? И ведь подозреваемый звонил сегодня Кире и уточнял, что она не собирается приезжать домой, а весь день будет в фонде. Неужели очень скоро опасения нашей заявительницы могут подтвердиться? Продолжаем наблюдение. Ну, короче, они уже внутри, все ясно. Ничего, пока не ясно. Давай, подождем. Он тогда узнавал у жены, будет она дома или не будет. Ладно, все, молчим. Часто, дайте себе. Давайте гостиную. Они на вы, если что. Ага, на вы. Ничего себе. Эти двое познакомились не больше часа назад и уже готовы переспать друг с другом. Возможно, крутой спорткар произвел убийственное впечатление на Лизу. Похоже, дорогие машины нужны Евгению не для съемок видеоблога, а для того, чтобы укладывать девушек в постель. Вдоволь на развлекавшись и удовлетворив свою похоть, Евгений выпроводил из квартиры новую подружку и позвонил лучшему другу. Алло, Арчи. Здорово, братик. Ну, в общем, потесливаю твою модельку. Хорошая, да. Вот это они, тыс, эти модельки-то какие. Твердая, восьмерочка. Да, все здорово, думали про машины. Ну, ладно, пока что, я думаю, это лучшая моделька на агентстве. Как это делать из агентства его, оказывается? Погоняешь ее. Так вот, что за тесты проводит на самом деле Евгений. Вся его жизнь занята не крутыми тачками, а телочками из агентства Артура. Наши расследование установило, что Евгений Антонов изменяет своей жене Кири. Парень говорил ей, что тестирует разные модели машин для видеоблога. Но оказалось, что он развлекается совсем другими моделями. Девушками из агентства его друга. Денис и Дмитрий встречают заявительницу у ее дома, чтобы рассказать про измены мужа. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Кир, здравствуйте. Что-то есть? Да. Посмотрите, пожалуйста. За время расследования мы выяснили, что никакого блога нет у вашего мужа и его Артура. Они тестируют девушек. Ключевыми словами, связанными с машинами. Тест-драйв, взять малышку. Задний привод и так далее. Оценить задний, передний привод и прочее. Они просто называют не автомобиль, а девушку. Девушки поставляются от Арчи, из его модельного агентства. Вам нужно было бы сказать, что у Артура есть свое агентство. Это было бы немножечко упростило. Я даже не думала, что это может быть связано. Женя сейчас дома. Девушка уже ушла. Работаем, ждем команды. Ребята, внимание, мы отправляемся в квартиру. Операция будет вся готова. На этаж поднимаемся, ждем группу. На операцию. Дим, прием. Здравствуйте, меня зовут? Да. Евгений, выходит, да? На улицу выходят из подъезда. Ты не принял, спасибо. Какой ему подъезд, очень здоровый мужик, Сань. Поближе там будет. Видели его? Ведем, ведем, да. Вы подходите к нему. Здравствуйте. Все понял. Добрый день. Здравствуйте. Как вас случилось? А это программа «Опасные связи», которая занимается расследованиями от случаев измен. Вы что? Понимаете, почему вы здесь? Никаких предположений. Ясно. А коврачу судить не хочешь к генерологу? А сейчас случилось, что они у вас. Кира обратилась в нашу передачу с целью выяснить, изменяете вы ей или нет. И? За вами велось оперативное наблюдение. И Кира видела, какими тест-драйвами вы занимаетесь. Ну, допустим. И? Я могу своему отцу позвонить. Он тебя, Артура. И весь ваш... Разнесет. Не трогай меня. Давай, отойдем. Не будешь обсуждать. Так, не трогай меня. Дексы. Да не было ничего. Это все вранье. Уже новая версия. Вы уж определитесь. Ну, что вы все снимаете? Вам что, весело или что? Нет, как раз не. Туберит, укачай. Что заводится? Осторожно, Саня. Сделали добро. Молодцы. Сняли. Супер. Деньги вам заплатили за вашу работу. Идет. Ребята, проходите девушку. Пошли домой. Да нет, она не пойдет, конечно, домой. Бомбанула его Никисла. Осторожно. Путаем с Денисом. А ты что скачешь, что ли? Думаешь, большой все можно или что? Можно, можно. Я сразу очень махну с ноги. Будьте. Дима, осторожно. Фукер, это я. Ребята, внимательно. Страхуем Дениса. Если хотите, я вас в стыду увезу. Куда вы скажете? Да, давайте. Я не хочу, чтобы он меня вообще... Все. Ребята, мы не отстаем. Пойдем вместе. Евгений, мы уезжаем. Куда не поедем. Спокойно. Спокойно. Куда не поедем. Работа уходим. Давайте, она примет решение, когда она поедет и куда не поедет. Черт, что упаку, буйся. Сюда, налево, налево. Сюда. Вот машина. Да не отпускаю. Да? Товарищи, убери от меня. Что ты сделаешь? Пойдем поговорим, товарищи. Что ты за него прикрываешь? Говорим здесь, я не за него прикрываюсь. А за кого? Пойдем, пойдем. Сюда, на заднее сиденье, кажется. Спасибо. Клиентка в машине с Денисом. Выезжают. Все, они покинули площадку. Мы аккуратны с ним. Все, все. Кира решила подать на развод. Но Евгений пытался уговорить жену дать ему второй шанс. Он даже прекратил общение с Артуром и устроился на работу в компанию отца. Но Кира осталась непреклонна.